Первый покупатель. Ты прям был первым покупателем. Дикая какая-то пауза вообще. Может, у тебя какой-то там случай был интересный. Обычно отправляем быстро. Ну так Локи сказал. Значит, уникальная какая-то ситуация. Но я поздравляю с тем, что доехала она до тебя все-таки. Итак, поехали. Альянс против нежити. А, крышки долго не было. А, понятно. Ну да, их сравнительно недавно сделали. Чатику отдельный привет. Андердяк. Отдельно. Приветствуем. В этой игре за кого болеем? Без привязки. Давайте просто посмотрим за уровнем. Попробуем оценить своим экспертным взглядом. Насколько каждый из них готов. У нас, по крайней мере, будет возможность сравнить с того же самого 120-го с Императором. Ересь какую-то я несу. Ну, по крайней мере, Лим их через слэш ставил. То есть, либо этот, либо этот в топ-3 может зайти. Курочку-курочку, а Калит готовит под скелетов. Самовывоз есть, конечно. Белгород приезжает к нам, улица свободная, дом 50. Да, сейчас рассказывают, скорее всего, про 31 патч, про то, какие изменения были. Сейчас же играют они в новой ситуации, в новой мете, так называемой. И ключевой, наверное, это появление арбы, которая нейтрализует, ну, точнее нейтрализует, а уменьшает эффективность любого лечения, получаемого юнитом, который находится под эффектом арбы, на 35%. Сначала хотели 50 сделать, и, кажется, на тестовом серваке именно эта цифра фигурировала, но потом решили подсократить. То есть, вы фокусите, например, какого-то героя или какого-то юнита, и все лечение, что от обсидианок, что от кайлов, там, любое лечение, его эффективность сокращается чуть больше, чем на треть. К тому же, добавили коням дополнительный апгрейд. Как эксперты сообщили вчера, или позавчера в чатике, что он главным образом был сделан для того, чтобы Альянс смог на Т3 свободнее воевать с Маутен Джейнтами. То есть, там, для рыцарей можно сделать клинки, кажется, 150-100 этот апгрейд стоит, на 15% увеличивает урон, который заходит по средней броне. Но, очевидно, что этот апгрейд в перспективе, ну, если есть ресурс, если есть время, полезен и против андеда, который играет Финдов. Потому что, вот, ну и Арба тоже полезна против Финдов, получается, Архмагу передаешь, он стреляет, там, статус вешается, уже койлон так просто не подлечишь. Посмотрим, будет ли Т3 от Инфи для начала. И, собственно, использование новых возможностей Альянса для того, чтобы эффективнее сражаться против 120. Я чувствую, не знаю, сколько, какое количество точно раз будут спрашивать сегодня, когда будет играть Хэппи. Вот. И потом, когда Хэппи сыграет, естественно, люди придут и будут спрашивать, а сыграл ли Хэппи, хотя мы сегодня не будем вечером стримить. Закончим сразу после голда. Вот. Но, тем не менее, надо что-то придумать. Так, здесь кольцо выбили. Не докрипился, к сожалению, Архмаг. Там скелетики подошли, видимо, и он решил, что толку нет соревноваться с Декой. Он койлом спокойно добьет этого. Здесь, правда, подставился очень неудачно. Видите, он вызвал Элементали, но при этом вытанковал большую часть... Да, все, он полностью танковал Архмагом просто. Подходит даже Аккалит, смотрите. У 120-го подкрепится. Пытается добить, не получается, но... Скелетика добивает. Тут каждый юнит важен, потому что, смотрите, сколько Архмагу не хватает до третьего уровня, до вторых Элементалей. Так, Ферму искал место, куда построить. Рифлы? Не, все-таки это не Т3. Это, похоже, на стандартные Т2 с рифлокастерами. Возможно... Блин, я не ожидал, что в 2019-м году будут сравнивать... Но он сказал, как будто он играет в ДОТ, это просто безумие. Ну, типа, такой контроль, как в ДОТе. Что? Ну, так, как Ласхитит. Мы, конечно, тоже подшучиваем, когда добивает каким-то чудесным образом. Дотером называем, но... Это... Не комплимент. А тут прям... Да, ладно, ничего, бывает. Бывает, ничего страшного. Подрезает одного Тролля. Третий... Третий Архмак уже есть, как мы видим, слева отображается ДК, тоже третий со вторым Койлом. Хорошо ДК подрезает. Вот Мэна там одного. Вообще, я не знаю, зачем здесь находится инфи, потому что... Соревноваться за добиванием... Хотя... Нет, 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 нормально. Жалеет, жалеет Койл просто. А, МК вышел, вот почему он здесь. Хотя Ильич подошел тоже, смотрите-ка. Хороший молоточек. Правда, Рифл ловит Нову. Подрезает, хорошо. Видимо, сейчас будет еще один молоток в Финда, или нет? Будет тратить или не будет тратить? За каждого нейтрала они воюют. Как же классно отгоняет инфи. А, добил все-таки. Получил вард. Пытается подконтролить фута, но это нереально уже. Так, что же делать-то дальше? Т2... А, нет, Т3. Любопытно. Все равно Рифлы, но Т3. Да, да, да. Видимо, для того, чтобы переход был плавнее, чтобы ты не проседал по силе армии, так скажем. Чуть-чуть того, чуть-чуть того. Очень агрессивно, конечно. Сейчас выманивает инфи этого здорового огра. Ну, из него артефакт выпадает классный. Скелет тут же на разведку... Ой, смотрите, как выманил и заблокировал, что уже не выйти. Максимум, что можно сделать, попробует добить. Ну, хотя там деки нет, не успевает просто сюда 120. И барабаны выпадают. Прекрасный артефакт. Универсальный. Работает на всех. 10% урона. Причем такой вот нейтрал, только один на карту. Карта небольшая, конечно. Но за этим огром прям охота идет от настоящего. Стараются как можно раньше собрать. И попробовать выбить вот что-то подобное ценное. Там Бриллиант Саура какая-нибудь тоже хорошо зайдет. Ну, не Хуману, конечно же. Ондет за нее убьет. Так, иллюзия. Второй. Ага, кольцо у деки. Матун Кинг, забросить внимание, тоже передал кольцо Архмак. Ой, новый добил. Молоток словил Лич. Они очень хорошо размениваются. Ну, так, очень агрессивно. Любая возможность и сразу влетает. А-а-а. Преста подрезает. Ой, высасывает ману Маутон Кинг. Подключаются ополченцы. Может быть, попробует окружить. Ох, хороший молоток. Но там ДК... Да, и передает ТП. Правда, пара рабочих при этом умирает. Может быть, даже еще... Нет, прист выживает. Ох, да ладно, серьезно. И 120-й прям очень нагло делал еще нычку по центру. Прям по центру. Причем, да, там Варт еще стоял. Он постоянно проходит через эту точку. Заметит землю вообще изи. На халяву десничку непонятно зачем строить. То есть даже если она достроится, то там все будет загажено по центру. И заметить эту землю, повторюсь, довольно просто. Ладно, рейнджерка третья. 49, лимит на 48. Тут тоже Т3. Делается паладин. Иннерфаер я вижу для пристов. И... Видимо, мы вообще без коней. Арбу ждем. Удивительно, когда Undead у Маутон Кинга плюс 7. Плюс 7 армора. И там 37 физикал редакшен у него. Да, это тоже рассказывает про то, что в патче в последнем все культ сапнули на единичку. МКУ реально под паладину будет почти не убить. Ну, такой армии. Потому что значительная часть урона физического проходить не будет. Так-то у него здоровья много. То есть Куэлнова тоже не очень эффективно. И лечение будет работать хорошо. Да, вот, пожалуйста, арба появилась у архмага. Давать арбу рейнджовому герою... Это универсально, потому что можно выбрать любую цель. В отличие от милишного какого-нибудь героя. Да, сплэша нет. Немножко поменьше дамага. Но самое главное это как раз эффективность лечения. Ой, новый убивает. Плюс шесть. Ой, паладина подставляет на самом деле. Это довольно опасно лучше. Наверное, передать, во-первых, артефакт Маутон Кингу от паладину. Добивает. Собирает книгу. Класс. Как подрезает Куэлновый минус прист. 50 лимитом. И непонятно, как это контрить, понимаете? У вас низкий хитпойнтовый юнит, там пристарифлы. Там уже нормальные герои 4-3. И как ты будешь спасать того же самого несчастного присталу, который там 350 хп? Раз и все. Его нет. 1-2-0. Это как-то новое, я чувствую. Эти Куэлновые атакты к Пристам и Райфлмэнам. Я не видел это до этого уровня, и это работает очень хорошо. Да, очень хорошо, конечно, работает. Не-не-не, тут... В чем смысл Т3 и Рыцари? В том, что их гораздо... Они... Ой, сейчас МК танкует, его лечат. Проседает он по хп, все равно. Проседает он по хп, все равно. Дарк Рейнджер Кап держится кое-как. ДК довольно битым, но у него есть инвул. Сайланс на паладинах, Куэлл Ног... Да убивают, убивают. Нет, это какой-то... 120-й уверенно... Уверенно подрезает раз за разом юнитов. Он вообще не проседает по лимитам, понимаете? Это... Вообще никак... Я не понимаю, чего они впечатлены. Это стандартный, блин, Undead... Стандартный Куэлл Ног и стандартный Микс. Какой там импресс Бай Майкро? Вот император, вот император контролил так контролил. Тут просто, когда у человека по факту Т2, вот эти вот рифлокастеры, а там уже герой 4-3, ну... Тут, ну, ты никаким макаром не... Не это самое, не замикришь этих несчастных рифлокастеров. Ну, никак. То есть там Куэл Ног и он либо сразу умирает, как приз, либо ему совсем немножко остается, как рифлу. Вот, и в результате вроде как у тебя ИТ-3, и есть у тебя там Арба, может, какой-то Иннерфайр. Непонятно, зачем, правда, Иннерфайр в такой ситуации нужен. Потому что при стоп-то много не настроишь. Дестройер там в любом случае есть. Один, второй, вон, третий еще потенциально, четвертый. Сколько угодно. Это не тот микс, которым можно убивать с там... Мид, Лейта, Undead. Я не знаю. Обычно так играли... Ну, так играли долго. Так играли долго, но за одним небольшим исключением. Играли в экспорт. И ты играл вот таким вот низким лимитом, типа, ну, рифлокастеры. Но зато у тебя была нычка, у тебя было преимущество по лимиту. И ты там на хорошем лимите, на свитках мог играть лейт. Но с одной это базы, как вообще это сделать. Непонятно. Ну, просто геногерой, посмотрите. 4-4-3. Там 4-3-2. Там ставится еще экспант у 120-го. Он прекрасно понимает, что он доминирует в этой игре. Еще минус большое количество рабов. А, кстати, он же еще, может, не зайдет внутрь. Смотрите, как внутри... Вот как пробраться внутри базы сейчас? Это же ужас. Он здесь умрет. То он рифл стоит, он на проходе не пропускает паладина. Правда... Ай-яй-яй. Нет, решил все-таки свалить. Не знаю почему. Ну, потому что, вроде как, у него и лимита больше, и никому там, вроде, не угрожал ничего. Может, из-за наличия базы. Типа не нужно... Абом отдаю... О, нет. Убегаю, 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 убегаю. Нет шансов у инфи. Нет шансов. Почти никаких. Сорок лимита на шестьдесят. Экспанд. Преимущество по героям. Инфины растерял. Огромное количество лимита. О, пошел бутылок маны. Ну, давай лечить. Хорошо. Абом пока держится. Почему-то... Дестройер, кажется, не диспли... Нет, дисплинул разок, кажется. Не хватает, кажется, Дестройера. Надо поднять еще одного. О, МК еле-еле живет. Диспл. Рейнджерка держится. Все, это контролируемый кайт. Все в порядке. Все в порядке у 120-го вообще. Если он сейчас ДК как-то на чудесах не потеряет, но это вряд ли, потому что там маны у МК нет, у паладин тоже заканчивается. Он приходит, видит экспант. Ну, все очень плохо. Пятый ДК. До свидания, паладин. Да как... Кое-что... 37 на 58. Плюс экспант работает. Не-не-не-не-не. Эта страта что-то не работает. Причем не было таких просадок диких у Инфи. То есть он делал, что хотел. Терял методично, то есть не единоразово. Так потихонечку, осознанно шел в размены. У него был выбор. То есть это реально то, чего он хотел. Но непонятно, на что рассчитывал. Ну, тут рифлы против Абомов. Немножко нечестно. МК еле живой. Сейчас Койл минус МК. Он мог убить МК, подлечил Абомов. Без шансов. Без шансов. А как вы думаете, друзья, что... Какая мысль-то была у Инфи? То есть, может быть, вы какие-то другие матчи видели против Фандеда именно с такой стратегией? Он самозадачен. Посмотрите на него. Он... Он... А что в патче-то поменяли? Ну, кроме вот, собственно, Арбы и... Ну, у Андедов что? Этого... Регена нет. Не использовался он в этой игре. Некросов он тоже не использовал. Все, больше ничего не меняли. Хуменам дали просто возможности больше. Вот он попытался эти возможности использовать. Без экспанда с Андреем жестко играть. Согласен. Согласен. Михаил, вчера поставил однокомнатную квартиру на Императора. Сегодня у меня четырехкомнатная. Быстро ты поменял, быстро. Да, ароматное повидло. Это взгляд такого обреченного человека. Посмотрите на чатик. На инфи. А че через дредлорды не играет? На некоторых картах играет, вполне. И он сейчас хорошо заходит, потому что... Потому что сварм работает на технику, потому что сам он бегает побыстрее, потому что ему слип на втором, на третьем сделали чуть дешевле. И он хорошо заходит, как... как спецподготовка под конкретную карту, под конкретного человека. Вот. Потому что его все еще используют крайне редко, но потенциал в этом герое очень хороший. Аура-двадцатка? Мне казалось, что они просто пофиксили ауру с предмета двадцатку. Аксилайф. У дредлорда что, трогали 15-30-45? Не, Антон, не будем отключать. Это для истории оставим все-таки. Я думал... Потому что по-другому чате Гудгейма не сохранить в аналах истории. Он еще разговаривал и он еще разговаривал. Он еще разговаривал. Он не так, что не очень хорошо. Но... Он на технику, он ответил на все. И я вижу это больше и больше, как он. Не отлично, он играет больше, с теми, что играет нуками, и играет савес, и бурро, и что-то. Но просто, да, играет с Сманордер, и... Не написали, к сожалению, по эмпиризму, но я почему-то думаю, что это касалось только артефактов. Как дела у императора? У императора всегда все прекрасно. Посмотрим. Я думаю, что инфи на другую карту, возможно, после вот такого не очень хорошего сценария первой игры, что-то кардинально поменяет, ну и серии будет играть принципиально в эксп. Поехали. И карта такая под эксп, говорят. Фух, ну надо что-то принципиально менять инфи, а то как-то даже и не получается борьбы. И надежды нет. Понимаете, вот по прошлой игре, вот постоянные вот эти вот контакты, потери юнитов, инфи старался реально огрызаться. Причем в некоторых моментах он сражался тогда, когда, в принципе, можно... Не обязательно это делать, можно отступить и там покрепиться спокойно. То есть иногда сам просто лез. А потом будет второй этап, по какому признаку раскидается по группам в втором этапе. Второе актуализирует уровень и происходит посев из-за этого. То есть мы определяем в рамках текущего турнира, кто топ-1, топ-2 в каждой из групп и раскидываем фаворитов. Система очень хорошая. Если у вас есть время, конечно, лучше предварять какой-нибудь плей-офф вот таким вот актуальным посевом. Потому что одно дело, это рейтинг игроков, их там достижения за, не знаю, полгода, год или последние три месяца, неважно. Даже если вы каким-то макаром актуальный уровень возьмете там за неделю, совсем другое, когда человек приезжает на лан и показывает... Там очень много факторов. Вот, поэтому такой боевой посев, он мне очень нравится. Что-то лучшее сложно придумать, на мой взгляд. Не жалеет первый койл футмена, сразу кинул. Добивает. Добивает. Элементали. За Мурлок и идет борьба. Понятное дело, что, скорее всего, добьет койлом ДК. Вот кому-то обстанется артефакт. О, хороший артефакт. ЛС может при харассе второстепенной базы помочь, добивает своего Акалитоса. 120-й очень хорошо контролит. Сейчас вот по мелочи, прям четенько все делает. Дотаскивает Родов Некроманси. Ну, значит... Да нет, он готов... А, там нет экспандера. Блин, что... Да, инфи пока не меняет... Все-таки инфи не будет пытаться делать что-то другое. Ну, давайте посмотрим вторую такую попытку, второй подход. Возможно, инфи не сделал все, что хотел в прошлой игре. Ну, то есть, именно вот по этому плану. По этой стратегии, так скажем. Вот, может быть, мы что-то не заметили принципиальное такое, что реально может перевернуть игру, даже если она будет проходить по тем же самым стратегиям. Подрезал иллюзию. Здесь пару футменов можно... Раз, первый пошел. У Архмага тоже проблемы со здоровьем. Там он пытается добить. Может быть, не хочет Койл тратить. Добил, вроде, молодец. Под Скорпионами там, под... Классно. Какой-то странный отлив у Архмага, вы посмотрите. Может, это из-за зимней карты, но он больше фиолетовый, чем синий. Так. А вот это интересные изменения. Да нет, он не пропускает рифлов. Он на рифлой выходит, Blacksmith стоит. Он что, не строит рифлов? Ну, кажется, у комментаторов тоже нет доступа к игре. То есть, они смотрят только то, что им там клинфит вот это вот дают. И все. Поэтому нет возможности самостоятельно прокликать и посмотреть. Но справедливости ради стоит показывать в правом нижнем углу, как кликает 120-й. Он находит... Ой, вовремя! Успел? Да, успел добить. Да. Красиво, красиво. Очень красиво. Стоит отметить, что китайский специалист по тыканью мышкой справляется с задачей весьма сносно. То есть, он показывает ключевые, прокликивает важный момент, и видно, что человек в Warcraft когда-то играл. Аэм, к сожалению, все еще не третий. Он пытался там урывками прокрепиться на одних скорпиончиках, на вторых скорпиончиках, убегал, старался, но в результате его и там нашли, и там нашли. Лайфинг щелд не пригодился в деке. Соответственно, инфи свой лайфинг щелд попытался вот здесь использовать для того, чтобы побыстрее прокрепиться. Большой паталек жизни. Третий тир доделывается. А, Т2. Остановился все-таки. Хорошо. То есть, получается, инфи сейчас будет ставить экспанд. Если я правильно понял. Или нет? Или все-таки тыкнет Т3? Кажется, тыкнул Т3. Ладно, третий АЭМ типа харасит. Неважно, МК долечивается. Архмак должен перебивать лечение. Да, но артефакты подрезали все равно. Акси лайф говорит, Саурэй ошибся. Хорошо, да. Разобрались хоть. Главное, в конце концов, докапываться. Потому что вопросы задавать, сомневаться, это хорошо. Главное не оставлять это без ответа. Почти третий АЭМК. У него Архмак таки отъел немного экспы необходимый. Да, и здесь все равно Т3. Может быть, инфи... Да, инфи, видите, стала играть менее агрессивно. Ну, да это понятно, да. Причем в прошлый раз была рейнджерка, и... А сейчас Крипт Лорд именно, видимо, для более качественной подстройки под рефлокастеров. Крипт Лорд поэффективнее будет против массы вот таких вот нубасов. Отманивает. Берет кристалл-болл, койл, наверх. Нет. Он так ждал долго. Правда, и все равно не уйдет. Зачем всех закапывать? Да, мисклейк. Сейчас же можно и дыке получить. А, нет, он... А почему не кинул? А, ну, там не было второго, видимо, молотка. Если был второй молоток, скорее всего, он бы и в дыку закинул бы. Молоточек. Вот сейчас можно, кстати, закинуть, смотри, какой. Да, закинул, но ДК очень классно от... Ай, новый потратил. За каждого Крипа воюют. Блин, ДК рискует. А, у него большой бутылок же. Сейчас нужно пропить. Молодец. Все правильно делает. Здесь опять начинают чаще умирать именно рефлей кастера. Сейчас еще один МПЛ будет классный. Забегает. Нет, не будет МПЛа. Он выбирает место. Не получается. Все распличено, смотрите. Рифлы в разные стороны. Ежук там влево, вправо. Вот, сейчас можно вроде как влево закинуть. Ну, вот сейчас. Ну. Вот. О, хорош. Молодец. Увидел. Финус Райфл. Ну, вот опять. Размен, который таковым не является. Это методичное убийство рефлов и кастеров. Ну, и где? Где? Где выводы после прошлой, блин, игры? Ну, какого хрена? Я не понимаю, почему сказали, что размен идет в пользу инфи. Кого он убил? Одного финда? Или что? Безнадега. Безнадега. Да, идет, идет. Странно. Странно. Ну, ладно. Остается, наверное, только доигрывать. Иннерфаер, повторюсь, непонятно зачем. То есть у него нет достаточного количества пристов. И там всегда есть контракт к иннерфаеру. Это... У-у-у. Еще один хороший крипджек. Диспойлер элементарем. Кут молоток не туда в иллюзии. Ты... Хороший импейл. Добил. Но там молоток улетает. Но он успеет, успеет, успеет. Нет, нет. Ну, там такой себе артефакт. Здесь должно все закончиться. Да, да, да. Хороший очень импейл. Ну, к сожалению, финн падает. А МК, кстати, или инвул. Там есть еще одно лечение. Он МКУ немножко подконтролит. ДК терпит. Кстати, можно Хеленвард поставить. Ну, так пофиг. Несколько. Нет. Отступает минус прист. Райфл еле-еле, но отступает. Не, не отступает. 50 лимита на 40-43. Добивает нейтралов. Герои почти такие же, как в прошлой каточке. Смотрите. 4-3 почти 3. Там 3-3-1. Ставится экспанд. Повторюсь еще разок. Это очень важно. На момент постановки экспанда 120-й уже чувствовал, что он впереди. Понимаете? Полтора минуты уже прошло. То есть до вот этого сражения слева. Ну да, правильно, правильно. Вот когда мы тоже с вами паникли после предыдущего сражения... О, еще один МПЛ хороший можно... Ого! И понеслась эти. Минус прист, минус прист. Где Inner Fire? Зачем ты его делаешь, вторую игру? Вон, пошел первый Inner Fire. Г-гэ, пишем, выходим. Без идей, но... Причем, повторюсь, я не понимаю, почему, 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 почему... Комментаторы такие, вау, 120-й, вау, вот это да, вот это класс. Ничего особенного не сделал. Такого выдающегося он постоянно не давал Архмагу. Ну, стандартный вот такой хороший ДК, который присматривает за армией Альянс. Но проиграл-то, не 120-й выиграл, клево. Good Game, кстати, видите, слева-справа, это все мы. Инфи, Инфи проиграл. Не 120-й выиграл, а Инфи проиграл. Что, что за идея, как... Ребята, объясните, пожалуйста, мне, на что, как вы думаете, он рассчитывал? На что?